Добрый день, уважаемые коллеги и коллеги. Сегодня наша лекция будет посвящена очень важному и серьезному вопросу, как нутритивная поддержка при тяжелой сочетанной травме. Дело в том, что сочетанная травма достаточно часто встречается в структуре травматизма. Одна из трех основных причин смертности населения. Первое место среди лиц до 40 лет. В структуре травматизма на сочетанную травму приходится до 40-60 процентов при очень высокой летальности. Ну, о том, что нутритивная поддержка имеет большое значение в клинической медицине, мы с вами неоднократно говорили. Позвольте на этом не останавливаться. В национальном руководстве по парентральному и энтеральному питанию 2014 года есть глава инфузионно-трансфузионной терапии и нутритивная поддержка при тяжелой механической травме. По поводу травмы существует достаточно большое количество рекомендаций методических. В европейских гайдлайнсах этому вопросу посвящены клиническое питание в интенсивной терапии. Есть целый раздел, посвященный травме. Ну, вид пострадавшего с тяжелой сочетанной травмы, наверное, вам очень хорошо известен. Это достаточно часто встречается патология в наших реанимационных отделениях. В чем особенности, патогенетические особенности тяжелой сочетанной травмы? Дело в том, что тяжелая сочетанная травма – это одновременное возникновение нескольких очагов нацицептивной патологической импульсации, одновременное существование нескольких источников наружного и внутреннего кровотечения. Множественные очаги первичного и вторичного некроза источники эндогенной интоксикации. Все это формирует так называемый синдром взаимного отягощения, приводит к дезинтеграции и срыву срочных компенсаторных механизмов, возрастании тяжести и резистентности травматического шока, увеличению объема и тяжести кровопотери, посттравматическому эндотоксикозу и развитию гноносептических осложнений. Но дело в том, что мы как бы эту школу посвящаем памяти террористическому акту, который произошел 3 апреля 2017 года в метро в Санкт-Петербурге. Дело в том, что миновзрывные травмы или миновзрывные ранения, террористические акты сегодня чисто миновзрывные травмы, да и локальные войны последних лет, они показали, что растет количество ранений, именно миновзрывных ранений. Это тяжелые, обширные раны. Здесь вот на фотографиях реальные, так сказать, пострадавшие в конфликтах Северного Кавказа, Афганистана. Вот. И вы видите, насколько тяжелые, ну, я думаю, что вы в своей практической деятельности тоже встречались миновзрывные травмы. Это всегда обширные ранения и множественные ранения. Надо сказать, что, ну, вот, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге произошел террористический акт. Дело в том, что основные взрывные вещества при миновзрывных ранениях – это тротил, аманал, гексоген. Они взрываются при высокой температуре от удара, взрыв капсулы, детонатор, вспомогательный заряд. Этот процесс называется детонацией. Скорость детонационной волны очень высокая – от 2000 до 8000 км в секунду. Надо сказать, что вещества мгновенно превращаются в взрывные газы с высоким давлением и высокой температурой. Этим объясняется дробящее действие брезантного вещества на стенке корпуса снаряда с образованием многочисленных осколков различной формы и массы. Вот здесь, видите, показано все, что во время взрыва потом вылетает. Но надо сказать, что при террористических актах еще террористы дополнительно наполняют всевозможными гвоздями, гайками и так далее. Это поражающие элементы – гвозди, гайки, болты, токсические соединения в виде отравляющих веществ могут быть, поражающие средства термического действия, емкости с бензином, напалмом, фосфором, биологические агенты. Все это ведет к очень обширным повреждениям. Но что такое минозрывная травма? Это огнестрельная сочетанная травма, политравма, возникающая у человека в результате импульсного воздействия комплекса поражающих факторов взрыва инженерных минных боеприпасов и характеризующихся взаимозависимым и взаимоотягощающим влиянием как глубоких и обширных разрушений тканевых структур, так и общего контузионно-коммоционного синдрома. Но надо сказать, что не только инженерные минные боеприпасы, но и вообще современные боеприпасы, характерно осколочные вот это ранения, множественные ранения, они, собственно говоря, такие же, как и минно-взрывные ранения с обширными поражениями различных структур человеческого организма. Какие основные патогенетические факторы минно-взрывной травмы? Поражающие факторы минного боеприпаса – это ударная волна, струи пламени и раскаленных газов, осколки минного устройства, вторичные ранящие снаряды, общий контузионно-коммоционный синдром, дистантные повреждения внутренних органов, глубокие и обширные разрушения тканевых структур, что приводит к одновременному возникновению нескольких очагов патологической импульсации, одновременно существование источников наружного внутреннего кручения, тоже несколько может быть источников, усиление тяжести раннего посттравматического эндотоксикоза и формируется тоже синдром взаимного отягощения, дезинтеграции срочно-компенсаторных механизмов, возрастанием тяжести резистентности травматического шока, увеличением объема и тяжести кровопотери и развитием гнойно-септических осложнений. Таким образом, ранение, травма, срыв адаптационных механизмов, нарушение клеточного метаболизма, переход полиморфно-ядерных нуклеаров, нитрофилы, базовилы, эндоталиоцитов в состоянии кислородного взрыва гипоксии, ранение, травма, активация комплимента каскадов поликоренкининовой системы, выброс цитокинов, хемоакинов, рикосоноидов, острое повреждение легких, гиперметаболизм, вторичный иммунодефицит, несостоятельность системы детоксикации, полиорганная недостаточность. Надо сказать, что для минозрывных ранений еще очень важна баллистическая и патоморфологическая характеристика огнестрельных ранений. Высокая кинетическая энергия ранящих снарядов, масса, калибр, форма, поведение в тканях, плотность, эластичность, консистенция тканей, пульсирующая полость организуется, обширное повреждение ткани по ходу раневого канала, повреждение ткани сосудов, нервов, костей в стороне раневого канала, обширные разрывы стенок полых органов, разрешение паренхематозных органов и массивная бактериальная контоминация. Таким образом, жизнеугрожающие последствия минозрывного ранения – это острая массивная кровопотеря. При минозрывных ранениях, видите, у 35% ранних она стоит минимум литр-полтора, у 50% – полтора-два литра, у 15% – более двух литров. Ушибы сердца, ушибы легких. 18% случаев выражаются в разрывах висцеральной плевре и легочной ткани, множественных очаговых кровоизлияний и аталектазов. Сочетанный характер ранения, возникающий как за счет распространенного действия ударной волны, воздействия окружающих предметов, так и за счет воздействия многочисленных отскоков первичного и вторичного происхождения. 72% при минозрывных ранениях повреждается голова. У 29% отмечаются ушибы головного мозга, у 5% – ранения лица и глаза, у 7% – осколочные ранения, в 3,5% случаев – сдавление головного мозга. Но надо сказать, что наиболее характерное при минозрывных ранениях – это, конечно, повреждения конечностей. В первую очередь нижней конечности, но и верхней, хотя, видите, и сочетанные повреждения. Надо сказать, что улучшение исходов лечения минозрывных ранений в ходе проведения контртеррористических операций на Северном Кавказе, в частности, было достигнуто за счет повышения качества до госпитальной помощи с быстрой эвакуацией раненых и внедрения ранее специализированной хирургической помощи. А также за счет использования госпиталей первого эшелона, принципов оказания в госпиталях первого эшелона, принципов оказания помощи при тяжелой сочетной травме. Хотя различные осложнения развивались у 70% раненых, общая летальность снизилась вдвое по сравнению с войной в Афганистане и составила всего 5,2%. Таким образом, подходы к лечению тяжелой сочетной травмы, они и имеют права гражданства и в лечении минозрывных ранений. Это очень важно, не теряться, как говорится, и принимать решение в лечении этих пострадавших. Какова зависимость и выраженность полиорганной недостаточности от числа поврежденных органов? Видите, чем больше поврежденных органов, две области, три области, четыре области, пять областей, то процент полиорганной недостаточности возрастает. Острая дыхательная недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность, нарушение сознания, острая почечная недостаточность, остропеченочная недостаточность. Вот примерно такие цифры встречаются в зависимости от числа пораженных органов. Какие триггерные факторы метаболического ответа на травму? Это артериально-венозное давление, то есть кровопотеря и волемия, осмолярность, PH, артериальная оксигенация, боль, лихорадка, интоксикация и повреждение тканей. Это триггерные факторы, которые вызывают метаболический ответ на травму. Ну, чем этот метаболический ответ характеризуется? Естественно, конечно, как и обычная нейроэндокринная реакция с активацией системы симпатоадреналовой, гипоталямо-гипофизарно-напочниковой системы, с выбросом свободных радикалов, цитокинов, гормонов, медиаторов, и вызывается гиперметаболизм, гиперкатаболизм, высокий расход энергии, нарушение иммунного статуса, синдром кишечной недостаточности, что приводит к белково-энергетическому недостаточнику, и далее в полиорганную недостаточность. Таким образом, травматические факторы, факторы повреждения, механический, перфузионный дефицит, некротически шимизированные ткани, эндотоксин, системная воспалительная реакция, метаболическая дисфункция, ранняя фаза метаболическая активность снижена, снижение тканевой перфузии, оксигенации с гипотермией, вазоконстрикцией, выбросом свободных радикалов, цитокинов, далее переход в позднюю фазу гиперметаболическое состояние, гиперметаболизм, гиперкатаболизм, кишечная недостаточность, белково-энергетическая недостаточность, переходом в полиорганную недостаточность. Надо сказать, что очень большое значение сейчас придается, и это действительно так, это изменение микробиоты. Микробиоты на фоне нарушения функции желудочно-кишечного тракта эндоральная нервная система включает и изменяется микробиота желудочно-кишечного трака в сторону патогенной, то есть дисбиоз, который, в общем-то, тоже оказывает существенное влияние на функцию органов и систем. Таким образом, наряду с, в общем-то, метаболические изменениями поддерживаются, наряду с метаболическими изменениями синдром кишечной недостаточности хорошо нам уже известны с сочетанными нарушениями двигательно-секреторной переварившей сосуд функции тонкой кишки, с выключением тонкой кишки из межуточного обмена, расстройствами обмена, нарушениями барьерной функции стенки кишечника, транслокации бактерий и эндотоксинов, что, в общем-то, и формирует, и поддерживает гиперметаболизм, гиперкатаболизм и формирование полиорганной недостаточности. Надо сказать, что синдром кишечной недостаточности при различных повреждениях немножко изменяется, конечно, частота его развития. Внеабдоминальные повреждения в основном мы встречаемся с синдромом кишечной недостаточности второй степени, 45%, 22% на первую степень и третья всего 15-20%. Но при повреждениях живота, конечно, в первую очередь, это идет синдром кишечной недостаточности, третья степень 50-52% и 34-35% всего приходится на вторую степень кишечной недостаточности. Что касается метаболизма белков и аминокислот, ну, формируется, хорошо вам известный, отрицательный азотистый баланс за счет больших потерь азота, изменением метаболизма с потерей аминокислот, высоким потреблением глютамина и снижением синтеза белка, изменяется профиль аминокислот, потребность в аминокислотах и роль отдельных аминокислот метаболических процессов. Надо сказать, что все виды обмена страдают. Стресс-метаболизм липидов, он характеризуется повышенным липолизом, увеличением концентрации свободных жирных кислот в плазме, нарушением поступления жирных кислот в митохондрии, повышением скорости окисления свободных жирных кислот, повышенной утилизацией жирных кислот и триглицеридов тканями и снижением актеноси липопротеин липаза. Повышение концентрации липопротеидов очень низкой плотности и низкой плотности сопровождается снижением концентрации липопротеидов высокой плотности. За счет этого усиливается системная воспалительная реакция и нарушение метаболизма жирных кислот, эндотоксикоз, деградация паранхематозных клеток печени. Со стороны углеводов это, прежде всего, гипергликемия и инсулинорезистентность, отличительные критерии критического состояния, приводящие к гипергликемии и изменениям в обмене жира и белка, снижение эффективности нутритивной поддержки. Ну и инсулинорезистентность – это нарушенный метаболический ответ на экзогенный или эндогенный инсулин, что приводит к повышению уровня глюкозы в плазму крови. Что касается энергетических потребностей, дело в том, что в зависимости от тяжести состояния, вот по IPH2, менее 14 баллов энергетические потребности составляют в среднем 30-35 ккал на килограмм в сутки, потери азота 12-15 грамм в сутки, с отрицательным балансом азота 10-12 грамм в сутки. При утяжелении состояния увеличиваются энергетические потребности 36-50 уже килокалорий на килограмм в сутки, с потерями азота до 30-35 грамм в сутки и отрицательным балансом азота до 17-19 грамм в сутки. В зависимости от того, что поражается, например, переломы крупных костей, черепно-мозговая травма, сочетанная травма отличается. Вы видите, энергетические потребности при сочетанной травме выше, чем при отдельных каких-то видах травмы, и потеря азота тоже выше значительно 30-35 грамм в сутки с отрицательным балансом азота. Очень интересные исследования были сделаны в институте Клифосовского, группой авторов в 2017 году. Посмотрите, сроки проведения нутритивной поддержки по суткам у пострадавших с сочетанной черепно-мозговой травмой. Первый, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой сутки. Потери азота. Ну, где-то 24-25, 18-24, 15-21, ну, где-то будем говорить в среднем 20 грамм в сутки. Потребность в белке грамм в сутки достаточно высокая, 176, 234, 129 грамм, 192. Но что интересно, что максимально, что удавалось ввести авторам, 149, 170, 130. Разница потребности и введенным белкам достаточно существенна, что свидетельствует о том, что скоррегировать вот эти достаточно большие потребности в белке сложно и требует очень серьезной такой корригирующей терапии и внимательного отношения вот к нутритивной поддержке. Это очень наглядно. Работа показывает о том, что необходима нутритивная поддержка, и она должна быть достаточно эффективна, в достаточном количестве, достаточно сбалансированной и так далее. Таким образом, на сегодняшний день ингредиенты питания, это хорошо известная вам энергетическая цена стартова с 25-30 килокалорий с последующим определением реальной потребности в энергии. Белки 1,5-2, минимально 1,2 и не меньше, в противном случае развивается большой дефицит. Углеводы до 6 грамм на килограмм в сутки с контролем глюкозы в коридоре 4,1-8,3 миллимоль на литр. Липиды 1,0-1,5, соотношение небелковой калории к азоту 110-130 к 1, электролиты, глютамин 0,3-0,6 грамм на килограмм в сутки, витамины и микроэлементы в суточном наборе. Что касается современных подходов к нутритивной поддержке, она предполагает разрешение синдрома гиперметаболизма и гиперкатаболизма. Естественно, полноценное обеспечение энергетических и пластических потребностей организма, модуляция иммунной функции, поддержка функций тканей скелетных и дыхательных мышц, терапия синдрома кишечной недостаточности, профилактика лечения, полиорганная недостаточность. Что касается концепции, то, естественно, это ранее начало нутритивной поддержки в первые 24-36 часов, ранний переход на энтеральное питание, ну, естественно, разрешение кишечной недостаточности, о чём мы уже говорили. Что очень важно, что нутритивная поддержка должна быть адаптирована к функциональному состоянию органов пищеварения и органной полиорганной патологии, смесями, содержащими специфические питательные вещества, фармаконутриенты, витамины, омега-3, жирные кислоты, аргентины. Нутритивная ценность и объём пусть реализации парентерального питания, энтерального или сочетного, зависит от тяжести метаболических расстройств и степени поражения желудочно-кишечного тракта. Что касается фармаконутриентов, глютамины, аргинины и омега-3, они, в общем-то, используются для поддержания восстановления барьерной функции кишечника и вообще функции желудочно-кишечного тракта, антиоксидантной защиты, коррекции специфических метаболических и иммунологических нарушений, обусловленных активаций медиаторов воспаления. О глютамине очень много говорится, но действительно при тяжёлой сочетной травме он не только эффективен, но и рекомендован и Европейской ассоциацией парентерального питания и очень многими исследователями, которые занимались этим вопросом. Дело в том, что глютамин выполняет огромное количество функций этой цитопротекции клеток, клеточной синтезы, репарации, иммунные клетки, энтероциты, печёночный синтез, почечный метаболизм, а дефицит его есть всегда. Дело в том, что, находясь депо его в мышцах, он в организме не образуется, поступает только извне, когда мы обычно, так сказать, питаемся в условиях критического состояния, тяжёлые травмы и так далее, естественно, питания нет, нет и поступления глютамина, поэтому требуется его введение. Что очень важно, это протекторное действие глютамина, восстановление петелия тонкой кишки за счёт экспрессии белков теплового шока, который обеспечивает защиту клеток эпителия от ишемических и репарационных повреждений, а также повышенная экспрессия белков теплового шока ассоциирует со снижением тяжести респираторного дистресс-синдрома и сепсиса. Ну, что касается рекомендаций Европейской ассоциации 2019 года, рекомендации 26 пациентов с ожогами, следует вводить глютамин 0,3-0,5, рекомендация 27, при тяжёлой травме можно вводить в течение первых 10 дней с помощью энтерального питания, в случае сложного заживления ран, можно применять в течение более длительный период до 10-15 дней и степень рекомендации очень сильный консенсус 91%. Что касается вообще пациентов отделения реанимации, кроме ожоговых и травмированных, дополнительная нейтральная циклитамина не обязательно, но степень рекомендации тоже не очень высокая. Собственно говоря, нас сейчас интересует травма, здесь имеются прямые показания для применения глютамина. Омега-3 жирные кислоты, хорошо вам известно, что блокируют провоспалительные цитокины и иммунную функцию, что чрезвычайно важно при тяжёлой сочетной травме. Ну и очень важно, что соотношение, баланс омега-3 к омега-6, вот он в общем-то работает, но с омега-6 тоже нужны. Регулируется системная воспалительная реакция за счёт адекватного соотношения омега-3 к омега-6, то есть омега-3 тоже в общем-то должны вводиться. Но в целом программа метаболического лечения и нутритивной поддержки, она сочетает в себе, как правило, парентеральное питание. На сегодняшний день это система 3 в 1, причём жировые эмульсии содержат, должны содержать омега-3 жирные кислоты, в частности это смувка бивен плюс глютамин в виде депептивена 20%, плюс витамины и микроэлементы. Одновременно с этим, конечно, должна проводиться все мероприятия или всё лечение, направленное на разрешение синдрома кишечной недостаточности. Это энтеральная терапия, которая начинается с декомпрессии ловажа желудочно-кишечного тракта глюкозоэлектролитным раствором в сочетании с глютамином в виде энтостамина, затем переход на энтеральные инфузии электролитного раствора с глютамином и по мере восстановления функции желудочно-кишечного тракта на энтеральное зондовое питание. Соответственно, парентеральное питание прекращается полностью и, собственно, переходит на полное энтеральное зондовое питание. Декомпрессия, желудочный и кишечный лаваж, энтеросорбция. Эта, в общем-то, манипуляция имеет большой лечебный эффект, активирует моторно-эвакуаторную функцию желудочно-кишечного тракта, способствует сохранению и оптимизации гомеостазирующей функции тонкой кишки, оказывает трофическое воздействие на слизистую оболочку и, естественно, усиливает детоксикацию. Дело в том, что состав электролитного раствора, он не просто набор натрий, калий, кальций, магний, хлор и так далее. Дело в том, что он сбалансирован по химусу, за счет чего и обладает таким лечебным эффектом. Результаты кишечного лаважа связаны с его тройным действием. Это общая детоксикация организма, это нормализация показателей обмена веществ и это устранение, кстати, дисбактериоза кишечника. Энтеральная терапия, о которой я уже говорил, включает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение структурной целостности и оптимизацию полифункциональной деятельности желудочно-кишечного тракта и, прежде всего, тонкой кишки как центрального гомеостазирующего органа. Основная цель ранней энтеральной терапии – это профилактика и минимизация последствий развивающихся структурно-функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта в раннем постагрессивном периоде. И, прежде всего, кишечной недостаточности с высоким риском развития инфекционных осложнений, системной воспалительной реакции и сопряженной с ней полиорганы недостаточности. Дело в том, что я не просто так останавливаюсь достаточно подробно на мероприятиях, связанных с разрешением синдрома кишечной недостаточности. Он есть всегда. И у пострадавших с тяжелой сочетной травмой он всегда выражен и всегда довольно тяжело протекает. Не говоря о том, что достаточно часто тяжелая сочетная травма, минозорвенная травма, она может быть связана с непосредственным каким-то повреждением не только органов желудочно-кишечного тракта, но и попаданием инородных тел или осколков в брюшную полость, что, естественно, конечно, вызывает достаточно серьезные изменения. Значит, что касается проэнтерального питания, я уже говорил, что в основном сегодня мы работаем с системами 3 в 1, в частности, вот с умовкой бивен, омега-3 жирные кислоты в составе четырехкомпонентной жировой эмульсии, минимальное содержание глюкозы, что очень важно, потому что мы боимся стресс-индуцированной гипергликемии, повышенное содержание азота 8 грамм на 1000 миллилитров содержит фосфат и цинк. Что очень важно, что при проэнтеральном питании пациентов в критических питаниях для обеспечения субстратного метаболизма обязательно ежедневное введение микронутриентов, это микроэлементов и витаминов. Ну, я не буду останавливаться, наверное, на классификации современных энтеральных форм, вы их хорошо знаете. Варианты энтерального питания – это зондовая и пероральный прием смеси. Зондовая как в стационаре, так и в домашних, может быть, условиях. Зонд желудок, зонд тонкого кишка, микрогастростома, микроюностома. И пероральный прием смеси сейчас все шире-шире применяется, так называемый сипфизинг, сиппинг по-простому, как в стационаре, так и в домашних условиях. Ну, стандартное зондовое питание – это стандартные смеси с волокнами или без волокон, с высоким содержанием энергии, с высоким содержанием белка, до двух килокалорий. Применяется для полного или дополнительного питания, обеспечиваясь всеми нутриентами в соответствии с современными рекомендациями. Что касается специальных таких смесей, это фрезубинный интенсив, он разработан для раннего энтерального питания в отделении реанимации. То есть то, что нас очень с вами интересует – это раннее энтеральное питание. Высокое содержание белка – 10 грамм на 100 миллилитров и энергии. Белок содержится в виде олигопептидов, а олигопептиды легче усваиваются. В общем-то, олигопептиды, они, как правило, в этих смесях в виде ДИИ-3 пептидов, которые всасываются значительно легче, чем цельный белок. И даже на фоне скомпрометированного кишечника они все-таки усваиваются. Умеренное содержание энергии 1,2 килокалории на 1 миллилитр соответствует международным и российским рекомендациям поведению критических пациентов в ранней фазе. Содержит рыбий жир, источник омега-3 полинасыщенных жирных кислот, очень высокое содержание экозапентальной кислоты – 2 грамма на 500 миллилитров. Призубим 2 килокалории – полноценное высокобелковое энтеральное питание с высоким содержанием энергии. 10 грамм на 100 миллилитров белка, 2 килокалории в миллилитре, оптимальный липидный баланс соотношения омега-6 и омега-3, 2 и 3 к 1. Высококонцентрированная формула питательной смеси выпускается с пробиотическими пищевыми волокнами и без, и обеспечивает суточную потребность пациентов белки и энергии за счет введения небольшого объема, оптимально при ограничении объема вводимой жидкости. Интестамин. В общем-то, нельзя его отнести, эту смесь, к питательной смеси. Эта лечебная смесь, она прицельно используется для разрешения кишечной недостаточности. За счет высокой дозы глютамина, антиоксидантов и наличия трибутерина оказывает совместное введение этих трех компонентов трофический эффект на слизистую кишечника, а также не только восстанавливает трофику эпителии кишечника, но и за счет высокой дозы глютамина оказывает влияние на моторику желудочно-кишечного тракта и рассматривается как фармакологическое энтеральное питание. Иммунное питание, глютамин, аргинин. Что касается пероральных смесей или сиппинга, о чем я говорил, действительно он сейчас все шире и шире применяется. И вот почему. Дело в том, что на сегодняшний день арсенал смесей для сиппинга достаточно в виде большой. Они все сбалансированы по составу. Имеют высокое содержание энергии до 200 ккал на 100 мл. С повышенным содержанием белка, с включением фармака нутриентов на основе воды молока, различные консистенции, сок, йогурт, крем с различными вкусами, с возможностью употреблять в подогретом виде. Флаконы в основном 125-200 мл, а рекомендую потребление до 2-4 флаконов в день. Но дело в том, что, к сожалению, мы достаточно часто встречаемся с вами не только на эрогенной дисфагии, а дисфагии за счет длительной интубации трахеи, длительной искусственной вентиляции легких, достаточно часто развивается дисфагия. Вот с точки зрения диагностики и питания при дисфагии набор специальных смесей, различные консистенции, но с высокой энергетической ценностью, 2 ккал, 1,5 ккал, но различные консистенции в смысле жидкие или густые, что позволяет проводить и диагностику дисфагии, и лечить, то есть и проводить нутритивную поддержку вот больным, у которых определяется дисфагия. Пребиотики и пробиотики имеют чрезвычайно важное значение. Ну, пищевые волокна сейчас вводятся в состав многих смесей энтерального питания, вот, они создают благоприятные условия, дастимулируют рост нормальной микрофлоры толстого кишечника, действуют как субстрат для ферментации в кишечнике короткоцепочных жирных кислот, влияют на состав и массу фекалий, частоту и объем стула, способствуют восстановлению функционально-целостного пищеварительного тракта. Кстати, обладают очень высоким антидиарейным таким эффектом. А пробиотики – это колонизация желудочно-кишечного тракта пробиотическими микроорганизмами, с учетом того, что, как правило, патогенной флоры больше, чем нормальная, а мы говорим нормальная, это предотвращает развитие условно-патогенных бактерий. И присутствие в кишечнике достаточного количества пробиотических микроорганизмов предотвращает размножение патогенных агентов, их инвазию в интероцепе и прохождение через кишечную стену. Пробиотики лишают патогенную флору вместо адгезии и нутриентов, а наличие пробиотика способствует получению нарушенного баланса микроорганизмов кишечника и устранению дисбиоза в целом. Большое значение на фоне проводимой терапии не надо забывать о восстановлении моторики. Наряду с эпидуральной анестезией, которая обладает хорошим обезболиванием, получает микроциркуляцию в мезонтерикопортальном бассейне, восстанавливает моторику желудочно-кишечного тракта, проведение, например, гиперборической осигенации, существует и достаточно эффективная фармакотерапия, которая и должна проводиться практически с первых же дней на фоне проведения всех мероприятий, о которых говорил, и вводятся соответствующие фармпрепараты эритрозаминцин, церрукал, мотилиум, прозерин, тримидат, в зависимости от того, насколько выражены нарушения моторики желудочно-кишечного тракта. Например, нарушение эвакуации только желудочного содержимого или гастропореза, нарушение перистальтики кишечника, или нарушение перистальтики кишечника без гастропореза. Вот подходы примерно вот такие. Но надо сказать, что на фоне проводимой такой терапии наши исследования были сделаны продавненько в 2007 году, но они показали, что в общем-то в группе, где проводится соответствующая вот такая терапия, например, значительно снижается потеря не только массы тела, но и клеточной массы тела. Хотя надо сказать, что жировая масса тела все-таки усиливается, потеря ее с четвертой по седьмой сутки, то есть в более позднем периоде все-таки жировая масса начинает теряться. Но зато клеточная масса уменьшается, потеря клеточной массы, что значительно важнее, потому что это мышечная масса, это масса органов, тканей и так далее. То есть функция органов и тканей, она, так сказать, не будет страдать. Изменение концентрации аминокислот в плазме на фоне применения глютамина. На фоне применения глютамина количество вообще аминокислотный, так сказать, спектр значительно улучшается, но, естественно, в первую очередь за счет увеличения концентрации глютамина. Динамика интерлекина-6 фактора некрозоопухоли, циреактивного белка, приведение омега-3 жирных кислот. Здесь тоже, в общем-то, видно, что положительная динамика циреактивного белка, фактора некрозоопухоли, интерлекина-6 на фоне применения омега-3 жирных кислот. Я благодарю вас за внимание и вопросы, которые вы зададите, мне будут переданы, и я на них отвечу. Спасибо. 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 Спасибо.